Немножко, немножко о демонстрикации. Мы родились в прошлом веке. То есть мы такое ископаемое существо. Мы молоды, нам всего лишь 20 с чем-то лет. Родились на недалеком недалеком в 92-м году. И с тех пор наша лодочка плывет, вот эта вот маленькая лодочка из пороса, которая браздит в просторе какого-то такого телевизионного пространства. В общем, что на самом деле я хотел рассказать, если вы не возражаете, я от нему 8 минут 15-20. Ну вот на самом деле, как вот рождается мультфильм? Как говорили древние пащуры, вначале было слово. Сидим мы и думаем, что же там делать. И вдруг нас посещает музыка. Она полетела, немножко полетала вот вдруг. И вдруг мы понимаем, вот она, есть идея. Замечательно. И с этого момента начинается процесс. Процесс состоит из нескольких этапов. Про эти этапы я вам, собственно говоря, хочу и рассказать. Все, конечно же, после идеи представляет собой такой некий конвейер. Конвейер, но в принципе творчество. Вначале, естественно, для того, чтобы создать изображение, нужно написать сценарий. Пишем сценарий. Я не буду вам показывать, как мы пишем сценарий, потому что это скучно. Во-первых, это не инистративно, во-вторых, это похоже на какой-то странный продакт. Но тем не менее, будем считать, что у нас есть сценарий. Теперь нам этот сценарий нужно превратить в изображение. Ну что ж, замечательно. То есть у нас есть как бы сценарий. Нет, никакой. Он у нас есть. И что теперь? Теперь, как делается в кинематографе, нужно произвести отбор актеров. Ну, у нас же есть какие-то действующие персонажи, их нужно отобрать. Ну вот мы думаем, где их взять? Думаем, думаем. Нет, их нигде брать нельзя, их надо придумывать. Их нужно придумывать и рисовать. Ну, подумали мы, подумали, и давай рисовать. То есть, очень все просто, в принципе, как бы все мы художники понимаем. Первый этап – это создание эскиза. Вот, вот мы придумали, например, динозавр. Ну, у нас немножко что-то получается, такое вот, пока что, ну, как бы то, ну, неудесно, ну, просто вот контур и контур. Тем не менее, он уже начинает потихонечку думать, как ему жить. А для того, чтобы он начал жить, существуют такие люди, как мультипликаторы. Мультипликаторы – это те же актеры, только которые не играют сами, а заставляют вот это существо играть на экране. Ну, что делать? Значит, садится мультипликатор, самый главный, который делает ключевые компоненты. Человек-компоненты – это то, из чего потом будет вырастать уже полный цикл движения. То есть, первое. Вот, допустим, представим, что мы хотим заставить его ходить. У него, ну, что-то с нами, я не понимаю, обрезанное, что такое. Ну, будем считать, что у него есть этот актер. Я так думаю, что вот сейчас мы переходим ко второму, ко второй части Морисонского балета. Стоп, я немножечко поспешил. Для того, чтобы он пошел, мы сначала должны понять, где он будет ходить, что он будет делать, и, в принципе, зачем он будет, собственно говоря, жить в этом экране. Для этого существует такое понятие, как раскадровка. «Раскадровка» – это весь мультик, представленный в статичных картинах, последовательных. И мы понимаем, что происходит от начала и до конца. То есть, в данный момент, это маленький кусочек из какого-то фонарного мультфильма. Не фонарного, он реально, он существующий, на самом деле. Вот. Это вот раскадровка, да? То есть, вверху мы пишем, какая-то номер сцены, сколько бы она идет, и что, собственно говоря, происходит в экране. После того, как готова раскадровка, есть персонаж, можно считать, что практически мультфильм готов. Ну, и все. Спасибо за внимание, я пошел. Но, тем не менее, это шутка. Дальше, после этой замечательной вещи, как раскадровка, мы приступаем к этапу второго анимации. Мы смотрим, что у нас есть первая, фаза, когда этот динозаврик хочет идти, и у нас есть последняя. между ними надо создать несколько еще дополнительных пунктов, чтобы это животное, собственно говоря, красиво пошло. Когда мы это все сделали, мы собираем это все поедино, и у нас получаются циклы. Он уже пошел, он уже начинает жить. Это радует. Когда он идет, начинает жить, мы его раскрашиваем. Ну, скажем так, это уже напоминает некий такой технологический процесс. То есть, маленькая справочка. Когда-то, в далекие 90-е годы, когда не было умных машин, сейчас в последовании называемые компьютеры, мультфильм снимались на кинопленке. Соответственно, каждый рисуночек, он раскрашивался вручную, краской, на так называемые прозрачные пленки целулоид. Были огромные количества этих рисунков, которые раскрашивались вручную и сушились в сушильных шкафах. Это было очень экзотичное занятие. Ну, вот, наставили 2000-е, и на помощь этим сушильным шкафам пришли умные машины на опять-таки называемые компьютеры. Теперь они нам помогают раскрашивать и делать, допустим, какие-то красивые тени. Вот у нас уже персонаж практически готов. Он у нас уже ходит, он у нас уже цветной, и он у нас даже не имеет какой-то обивок. Что же теперь делать? Вот мы и думаем. Ну, он же идет, а где он идет? И поэтому нужен какой-то пространство. Пространство это просто, не очень. Ладно, хорошо. Будем считать, что нужен какой-то фон. Фон создается, ну, фон на самом деле можно создавать от вас си-восеми способами. Его можно рисовать, бумаги, акварелью, куашью. Его можно создавать в любой программе, можно в городе, можно в иллюстраторе. В данном случае мы видим на экране фон, нарисованный фотошоп. То есть он разбит по слоям, в которые вживлен животное. И вот это животное уже идет где-то в каком-то доисторическом лесу. то есть это уже начало муте. Что происходит дальше? То есть мы видим, да, то есть мы видим фон, мы видим слои, мы видим животное. Теперь необходимо еще немножечко, скажем так, как, вот допустим, когда готовится вкусное блюдо, вот оно уже практически сварилось, все замечательно, теперь надо добавить немножко специи, немножко поколдовать, чтобы он получился вкусный и аромат. То есть мы приступаем к этапу как называемого, как это по-русски перевести до сих пор нему понятия конкурсинга. Ну, вот такое слово существует и существует, то есть мы должны теперь все это готовый фон готового персонажа слепить воедино и добавить какие-нибудь эффектики. то есть какие-то лучики, освещение, немножко какой-то атмосферки, облачков можно добавить и нужно добавить еще каких-то соседей, потому что не может быть одно животное жить в таком замечательном лесу. То есть после этого как бы мы приступаем вот к этому скажем так украшению и созданию атмосферы. То есть вот это сейчас уже кусочек из мультфильма, где уже все создано. На самом деле это фрагмент клипа детского сразу говорю. Поэтому он очень такой скажем так очень простенький, но детям собственно говоря он очень нравится. И вот уже финальная сцена где идут лучики, летит какая-то трехъемная машинка, соседи появились, тени и всем уже хорошо. В общем-то машина села, вылез, он прилетел из трех казанов, это перед ним бывает. В общем вот примерно в двух словах то, как создаются мультфильмы. Вот в принципе все мое слово, которое я хотел сказать вам это прекрасное солнечное мультфильм. Если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какие-то пожелания, кто выслушит и ответит. Вам заказали сделать мультфильм общей длительностью 5 минут. Сколько у вас идет времени на сцена? На самом деле все зависит от сложности. Я вам скажу так сразу. Если допустим этот мультфильм про грустного колобка, который гается по пустыне и думает о своем тяжелом детстве, соответственно это быстрее делается. А если это мультфильм про полчища Челубея, которое пытается побить полчища Русича, то соответственно это гораздо больше. Но в принципе 5-минутный мультфильм где-то делается от с полной подготовкой от начала и до конца от месяца до двух. Можно сказать так. Какой пиджер считает? Вот, тоже вопрос то же самое что про колобка. На самом деле вот очень часто люди звонят и спрашивают Будьте любезны, скажите, пожалуйста, сколько стоит у вас мультфильм? Я говорю, замечательно. А мультфильм про что? Ну, как это мультфильм? Вернее, подождите, ребята, давайте так. То есть вы приходите в магазин и говорите, простите, почему у вас колбаса? Ну, у вас какая, ливерная или соляная? То есть, опять-таки, все зависит от сложности, от той насыщенности и художественного насыщения этого произведения. Нельзя сказать, что вот так и все. То есть, цена договорная, надо смотреть сценарий, сценарий и что вы хотите. А в любом случае, так сказать, сразу налет, какой-то бюджет невозможно. Если что, потом можем пообщаться, я вам более детально расскажу. Спасибо. Согласен, я просто очень сомневался, что здесь можно будет пускать изображение со звуком, поэтому этот звук, конечно же, у нас не записался. Тем не менее, значит, ну, естественно, то есть, когда мультик готов, его нужно озвучить. Существуют такие замечательные люди, как композиторы, звуковики, которые делают фоновые шумы, и, ну, такие еще тоже странные существа, как актеры, которые, собственно говоря, оживляют и вливают вдохновение и какой-то юмор в рисованных персонажей. Вот. Соответственно, бывают разные подходы. Есть один подход. То есть, сначала пишется музыка, под которой делается видеоряд. Тогда ритм очень четко выстраивается, и, ну, по нему легче работа. Так как и работает под фильм. То есть, тебе дают песню, ритмический рисунок, и тебе это было удобно делать. Бывают другие моменты, когда делается сначала мультик, а потом дается композитор. Композитор ходит, 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 ходит. чай, потом садится, в него прилетает музыка, и он под изображение пишет свое гениальное произведение искусства, которое потом замечательно вложится под изображение. Когда музыка готова, не более важный человек, звуковик, который садится и делает жмочки. То есть какой-то хруст, где-то птички пролетели, где-то что-то там еще произошло, бревно упало. Когда этот этап готов, считайте, что уже мультим готов. Если же мультимразговорный, то изначально, после раскадровки записывается актер, для того, чтобы потом можно было нарисовать четко артикуляцию. Под каждую буквочку надо рисовать определенный свой ротик. Вот. Ну, вот, если мультиговорящий, то нарисовали старикон, записали актера, и потом начали уже рисовать. Ну, примерно так как-то. Или, может быть, кто-то еще рассказать. Ну, здесь, в данном, мы используем сейчас несколько программ, в которых, скажем так, мультфильм создается. Есть несколько графических, есть несколько монтажных. В принципе, рисуется в основном у нас все вручную. На бумаге, карандашом. Потом это все загоняется в компьютер, там, соответственно, раскрашивается, украшается, и получается уже красивая картинка. Раскрашивается она в программе аниме. Фоны в основном делаются в фотошопе. Компостинг, извините за слово, происходит в замечательной программе автоэффект. И монтируется в премьере. Вот как-то так. Получается такая солянка некая. Ну, вкусно. На самом деле, все, вы говорите в основном, конечно, правильно. Я полностью с вами согласен, что после развала Советского Союза кинематограф вообще никому, ну, в том числе и мультипликация в этой стране, перестала быть нужным. Как-то так резко получилось. Мы как раз в это время еще и родились, создались. Ну, в общем-то, на самом деле, в основном, конечно, мы выживаем на заказных работах. В основном приходится работать на другие страны. Но, тем не менее, мы любим делать свои собственные мультики, когда есть немножко средств и есть немножко времени. Да, чуть-чуть. Как-то вот так. А на самом деле, сейчас, как бы, уже начались какие-то небольшие подвижки в нашей любимой Украине. И сейчас мы пытаемся подружиться с государством, как бы, чтобы делать мультиплик для Украины, для нашего зрителя. И, в конце концов, чтобы мы не были такой темной лошадкой, что вот мы такие вот столько лет существуем, а что вы делали? Покажите, а вы нечего показать, потому что все уходит куда-то назад или в другие страны. Поэтому я надеюсь, что в скором-скором времени все-таки выйдет несколько наших мультфильмов, в том числе и полнометражных, и зритель будет уже знать наших, наших, наших. Скажите, а лучшая ваша работа, по которой стоит посмотреть, то есть, может быть, точки зрения техники, то есть, в какой работе вы родите, чтобы можно было, ну, знало, будет интересно посмотреть, или несколько работ, которые вы считаете самые лучшие названия? Да, в этом, в этом, вы знаете, я как, если так можно выразить таким язоповым языком, как многодетный отец, не могу выделить, скажем так, это мой любимый ребенок, это мой ненавистный ребенок. Я их всех люблю, но я им всеми недоволен, потому что они все противны. Вот, если художник удовлетворен своей работой, значит, он мертвый художник. В любом случае нужно совершенствоваться. Ну, на самом деле, из тех работ, которые видел отечественный зритель, это было давно, это было еще, я же говорю, это было еще в прошлом веке, когда еще наше телевидение что-то транслировало, и какие-то работы мы делали для украинского зрителя. Вот, сейчас те работы, которые хотелось бы ими, ну, похвастаться, они где-то в другом месте, они не здесь, их наш зритель не увидит. Вот, но они выложены на нашем сайте, вот, ОСМ.ОДЮА. Вы можете спокойно зайти и посмотреть, выбрать, какие вам больше нравятся, потому что я не могу сказать, что мне это нравится, а мне это не нравится. Мне кажется, что с точки зрения вы как художник, то есть вы не работаете каждый раз с каким-то проектом и не находите какие-то новые решения. То есть, что было бы интересно посмотреть как нам, как художник, и было бы интересно прищеркнуть какой-то, может, прием, то есть что-то у вас, нет вообще никакой точки зрения. Вы знаете, мы, как бы, производители, а вы зрители. А вот зритель уже решает, что ему интереснее, что ему интереснее. А я навязывать не буду, честно вам скажу. Поэтому вы смотрите, выбирайте, может, что-то интересное и понравится. Рисуем мы, естественно, руками и на бумаге при помощи такого замечательного предмета, как карандач. Сканер обычный, он не 3D, он просто замечательный такой, красивый, большой. Вот, но, скажем так, я не говорю, что мы абсолютно не используем 3D-графику, если вы имеете это в виду. Естественно, мы используем 3D-график, который очень так нежно и спокойно переплетается с 2D-графикой. Вот, на этом замещении это просто сейчас уже просто неприлично не использовать компьютерную графику 3D, поэтому приходится это делать. Хотя я абсолютно рад этому, и, в принципе, получается симпатично. Ну, если что, я же говорю, потом посмотрю и покажу при встрече. Еще один вопрос, я хочу спросить, почему рисуются, вот, рисовщики рисуют это вручную, если я думаю, как бы есть масса научных программ, ну, или, то есть, с которыми можно работать именно с контурами. То есть, ну, неужели, вот, ну, я сама пробую рисовать вручную, да, а теперь, где у нас вручную, мне кажется, что очень сложно. Вы знаете, я вам скажу немножко по-другому. Дело в том, что программа – это инструмент, художник – это творец. И тут, как бы, все-таки, когда художник сам рисует, он там выкладывает душу, и это все-таки оно смотрится приятнее и как-то душевнее. Программа помогает, да, конечно. То есть, есть такие программы, которые там оцифровывают линию, делают ее более красивую, с какими-то интересными там, ну, скажем так, формами, где-то потойше, где-то потойше, пластичность. То есть, она становится, ну, можно переводить ее в векторную, чтобы она была, то есть, ну, смотрелась красиво, но изначально все равно все-таки художник должен это делать. Ну, в принципе, мне все, как бы, это не имеет значения, где он делает, или в компьютере, или на бумаге. Если человек не умеет рисовать, то ему программа не поможет ни в коем случае.